Жанна Фетисова Взмокли и тут же все средства слезают Ну не все конечно Но вот мы заодно с вами давайте-ка вместе и найдем То самое средство Которое будет держаться довольно стойко Испарять при этом влагу То есть быть вполне доступным Для того, чтобы кожа дышала И я предлагаю вам протестировать те средства Которые есть у меня И люкс, и бюджет Они совершенно разные На разный кошелек И можно сказать даже для разных типов кожи Потому что у меня кожа смешанная И Т-зона бывает иногда жарновата Вокруг глаз довольно сухая кожа В целом нормальная кожа То есть Различным женщинам может быть полезен этот ролик Сегодня я бы хотела Открыть серию опытов Над тональными средствами Показав вам вот такое вот средство Это Кушен Ну такая модная нынче корейская штучка Точнее все коробочки эти Кушена Заказываются все равно в Корее То есть фактически они родоначальники Этого способа нанесения Он действительно очень удобный Я его чуть-чуть попробовала Оказалось, что он мне протестировала Оказалось, что он мне не очень подходит По тону кожи Поэтому я слегка-слегка Забелила его И потом покажу вам средство Которым я меняю тон Я приобрела его в аптеке Виши То есть такая успокаивающая тональная основа Очень белого цвета Прямо практически как бумага И она противовоспалительная такая В один период мне было это необходимо Сейчас нет Поэтому сейчас я использую ее В качестве забеливателя такого И сейчас у нас летний тест И я бы хотела вместе с вами Его попробовать Накладываются эти Кушена Для тех, кто еще не пробовал Но вдруг такие есть, да, люди? Вот такой вот губочкой Промакивается просто Средство налито туда под губку Промакивается слегка И наносится на лицо По хлопывающими движениями такими Наносится он средним покрытием Сейчас я вам покажу как Что у меня есть сейчас на лице У меня увлажняющий стартер После умывания моего обычного Это 3-second стартер с гиалуроновой кислотой От Холика-Холика Сейчас я не хотела бы перегружать свое лицо Поэтому этого мне будет вполне достаточно Плюс под глазами вот такой вот крем Идиллия от Виши Он такой слегка люминайзер Но не думаю, что что-то такое он какой-то дает Кроме увлажнения, что-то еще Ну, по крайней мере, приятное ощущение На глазах тушь Lush Sensation Сегодня мне предстоит в конце дня зайти в фитнес-клуб И что от всего этого останется, мы посмотрим с вами в финале И думаю, что в принципе все, больше мне ничего не нужно Кроме вот легкого-легкого тонирования Давайте испытаем Это средство от Айфроше В полевых условиях, довольно сложных То есть прямо после спорта Я сделаю маленький короткий репортаж О том, как это средство ведет себя на коже Наносим легкими такими похлопающими движениями Вот теперь он в тон моей кожи Если совпадает, значит вы подобрали правильный тон Очень рекомендую вам делать такие тестики маленькие На вот здесь вот прямо в районе шеи Когда вы заходите в какие-то магазины И подбираете себе тональные средства Потому что то, что вы накладываете эти такие пробнички Делаете такие сводчи на руке Не всегда совпадают потом в результате потона с вашей шеей И вот как вы видите, рука более такая розоватая С более прозрачной кожей Поэтому лучше вот все-таки здесь сравнивать Так, ну вот пока мне нравятся ощущения Он не сильно перекрывает, вот как вы видите То есть легкая розовина вот здесь остается Но мне в принципе не нужно сильное какое-то очень У него есть цветом также ушки Вот так, чуть-чуть просто И потом не забывайте их также смывать Когда вы снимаете косметику Интересно, продержится ли эта тушь Lush Sensation, которую так всех валит У меня довольно длинные реснички И она мне их как-то еще немножко подскомкала Как мне кажется Ну, посмотрим Так, ну что ж, вот так Очень тонкое покрытие мне нравится Вот посмотрите, пожалуйста Поближе Оно не сильно перекрывает какие-то недостатки Но мне этого вполне достаточно Для того, чтобы быстренько сделать свои дела Кстати, в помещении Поэтому сейчас я не делаю какой-то очень большой фильтр Фильтр от солнца И в дальнейшем приехать на машине сразу же в фитнес-клуб Там тоже не нужен никакой фильтр А фильтр я возьму с собой и наложу потом Уже после занятий Когда сниму всю косметику Ну вот Я приобрела в Диваж такой транспарант Карандашик Вот он такой совершенно прозрачный Смотрите, он не дает никакого цвета Что он делает? Он помогает помаде держаться на месте То есть это воск такой Который застывает Вот по форме ваших губ И не дает уползать В жару Вашей помадки Особенно если вы пользуетесь Увлажняющими помадками Помадку я возьму совсем такую, прям незаметную Pink Brow От Maybelline 620 оттеночек Смотрите, она прям вот такая Совсем не удавая Мне это и нужно Такой будет у нас с вами Незаметный макияж Легкий Чудесная, кстати, кремовая текстура Сладкий такой аромат Если кому-то нравится Кто-то выдерживает нормально Сладкие ароматы Хорошая помадка Так, никакие консилеры Больше наносить не буду Все, мы начали наш краш-тест Давайте попробуем И посмотрим, выдержит ли это средство Будем ждать вечером И смотреть вечером Что могу вам сказать Далее В течение дня Кушин продержался Великолепно У меня не было никаких претензий к нему Что хочу сказать Он дает среднюю плотность покрытия Хотя, повторюсь, не сильно заметен на коже Мне это очень понравилось Думаю, что когда он у меня закончится Я буду капать туда какой-то тон Который мне нравится в данный период времени И использовать именно из кушина Сегодня под глаза Я использовала вот такой консилер Это от Skin Food Еда для кожи Корейский консилер Он вот такой вот лососевого цвета Он прекрасно перекрывает своим вот этим цветом Синячки под глазами У меня очень близко расположены сосудики Поэтому очень часто видны все-все-все сосуды И на отдалении создается впечатление Что у меня какие-то фонари под глазами Я это немножечко дело скрываю Честно говоря Еще когда-то в детстве пользовалась Мамином тональным средством Тогда никаких не было Тональных средств И нам кто-то из-за родственников Кто часто ездил за границу Привозил тональные средства от Lancome Да, тогда это было просто чудо И никто в России вообще этих средств не знал Вот, и маме привозили Я пользовалась, я помню Они были отличные Чего сейчас, к сожалению, сказать об этой компании Не могу об этих средствах тональных Но да, об этом позже У нас будет один консилер от Lancome Итак, Skin Food Concealer замечательно сидит под глазами в течение дня Кожа не сохнет Он очень увлажняющий, очень сильно Такой даже жирненький, я бы сказала Вот он вот такой прямо Очень явный Но когда вы наносите его на кожу Он совершенно впитывается, просто буквально исчезает И вот выравнивает, то есть исчезают вот и венки Вместе с ним исчезают венки на вашей коже Он мне очень нравится Но я решила, почему-то То есть всегда я им пользовалась без пудры под глазом Но я насмотрелась на ютуберов Решила, что, наверное, я что-то делаю неправильно И он будет еще лучше держаться, мой любимый консилер Ежели я немножечко его припудлю И что я сделала? Недавно я заказала на iHerb вот такие вот минеральные консилеры Сухие Это вот такая пудрочка Everyday Minerals Называется серия У меня называется Golden Fair То есть такой золотой свет И это специальный консилер сухой под глаза Он вот с такими вот дырочками, если так легко его встряхнуть, чуть-чуть средство появляется Да, он действительно очень мелкий Он наносится, буду кисточкой Слегка, буквально чуть-чуть перекрывает Но, видимо, я перестаралась Потому что я нанесла его, ну, вероятно, я так думаю Слишком много И у меня сухая кожа под глазами Друзья, очень сухая То есть меня, поэтому вот эти консилеры очень устраивают Вот Skin Food Очень жирненькие такие, да И даже то, что он слегка ароматизирует Это напоминает Мне аромат рыбьего жира Меня не смущает Здесь очень много просто масел Масел И здесь нет отдушек Ну, естественно, чем масла еще могут пахнуть, да, собственно И в течение дня Кожа на лице Ну, точнее, не на лице, а под глазами у меня просто высохло То есть у меня было ощущение Что я, когда я открыла зеркальце, да, карманное Я его открыла, и я просто себя не узнала Какая-то бабушка сидела То есть вот здесь вот были какие-то морщинки Которых у меня, ну, как вы видите, да Нет, то есть вот мне 43 года Но у меня нет морщин этих Ну, во-первых, я занимаюсь своим лицом Делаю специальную гимнастику По поводу которой у меня есть специальный ролик Обратите, кстати, внимание На это И все время увлажняю У меня после этого Everyday Minions засохло все До такой степени, что я, конечно, хотела бы вам показать результат Которого вы, наверное, тоже не хотели бы получить Но я не выдержала просто Друзья, я зашла в ресторан Заказала какой-то там салатик И я просто достала свой крем Который у меня был с собой Первый попавшийся Просто, ну, любой, какой у меня был с собой И нанесла его прямо сверху на макияж Вот так вот По хлопающим движениями под глаза И все, и пропало То есть все исчезло Тон остался, да, вот этот Ощущение на то, что пудра там есть Как бы под глазами вот эта минеральная Она осталась Но вот до сих пор у меня увлажненное ощущение То есть мне под мои сухие веки, да, не хватает вот этого увлажнения Если я пользуюсь Everyday Minions Но здесь потрясающий цвет, очень приятный Поэтому я думаю, что я буду использовать его на лицо Когда лицо чуточку подзагорит И вот этот консилер у меня просто пойдет вот на Какие-то зоны Т, которые я хочу слегка подмаскировать В течение дня также я пользовалась Everyday Minions for Face серия, да У меня это Finishing Dust То есть это пудра финиширующая Она с более уже удобной упаковкой Здесь, ну, довольно много Стандартный такой объем пудры 8, что ли, грамм Ну, да, как-то так И вот здесь такая Смотрите, обратите внимание Вот такой вот дозатор Ты аккуратненько Его поворачиваю Смотрите, вот так И он очень удобен тем, что вот в нем немного дырочек Слава Богу Потому что обычно продукты очень много влетают То есть многие компании делают очень удобную упаковку И продукт теряется в процессе использования Здесь очень удобно Вот так вот крутятся, открываются, закрываются дырочки И многие девочки, я видела на iHerb Такие странные отзывы давали о том, что здесь не хватает отверстий И мы так мучаемся, вот пытаясь оттуда его вытряхнуть Друзья, вообще я расскажу вам абсолютный секрет Нужно знать физику Нужно делать просто вот так Смотрите, я вертикально даже держу Посмотрите, сразу же выделяется продукт То есть просто чуть-чуть стукните И он тут же появляется Друзья, больше вам его и не нужно На Т-зону естественный такой легкий, легкая вуаль Вот, кстати, лицо не засохло вообще С чего я делаю вывод, что да, таки, наверное, мне не нужно Под глаза никакую минеральную пудру Особенно, если я, например, целый день проведу у микрофона В процессе озвучивания, да, фильмов Или, например, особенно, если я в процессе озвучивания плачу Что очень, кстати, любят режиссеры Но, хотя, нет, вру, один раз Вот последний раз, когда я принимала Принимала участие в озвучивании фильма Люка Бессона Кстати, скоро будет новая премьера Как-нибудь расскажу вам об этом И я хохотала, и я хохотала, и хохотала И мне не сказали остановиться И я хохотала, пока уже не стала вся группа хохотать Собственно, ну, режиссер и тот звукорежиссер Ну, что ж, повеселила всех И все равно расплакалась, потому что хохотала до такой степени долго Что, в общем-то, уже потекли слезы Слава богу, была водостойкая туша Туш моя опять не потекла, заметите Так что посмотрите обязательно мой ролик Поход в фитнес-клуб Я там собираюсь в фитнес-клуб И накладываю вот эту туш Для меня она бюджетная, находка Абсолютно шоком являются такие вещи Потому что я думала, что В общем-то, такие хорошие-хорошая косметика Должна стоить от 2000 и выше Но нет, это для меня открытие года И, соответственно, я теперь увлеклась Поиском бюджетных средств Обязательно буду вам на своей новиночке Показывать, собственно, уже таких несколько Есть видео об уходе И о том, сколько я нашла интересных бюджетных средств Я несколько видео уже таких сделала Посмотрите обязательно, кому это актуально и интересно Какой я делаю вывод? Куша Хорошо держится Легко наносится Мне очень подходит Разбавила его вот с такими капельками виши Замечательное средство И оно очень светлое Оно противовоспалительное То есть мне на все лицо его не нужно А чуть-чуть, совсем капельку Вот прям такой корейский вариант Светлых-светлых-светлых Просто белых тональных средств Он хорош То есть вместо того, чтобы добавлять капли Для осветления Ну, например, The Body Shop Есть такие капли для затемнения осветления У меня вот это средство работает Итак, далее Everyday Minerals Face Пудра чудесно Т-зона Легкое мотирование Приятный статиновый финиш Очень тонкий помол Отлично И Everyday Minerals под глаза нет Категорически с моей сухой кожей нет Буду использовать, поскольку чудесный Совершенно по тону Такой вот золотистый, красивый Не сильно, в принципе, отличающийся от пудры Цвет Буду его использовать для всего лица Очень рада Просто счастлива У нас с вами получилось отличное видео В котором есть победители В котором средства хорошо держатся практически все Единственное, может быть, не все годятся На определенные какие-то зоны Например, как сухой консилер под глаза Но в целом все эти средства годятся для использования летом И дала бы вам присмотреться к этим средствам А что ж, спасибо большое, что вы были сегодня со мной Ждите следующих роликов В которых я буду тестировать другие уже средства Новые И обязательно поделюсь с вами результатом Все Спасибо большое Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!